В этот день, 21 декабря, родились маршал Константин Роковсовский, один из крупнейших полководцев Второй мировой войны. Всеволод Вишневский, советский писатель и военный моряк. Всеволод Вишневский был из благополучной дворянской семьи. Он учился в Петербургской гимназии номер один. Однако время вокруг было такое неспокойное, что душа его требовала приключения. Только началась Первая мировая война, он в 14 лет сбежал на фронт. Первый раз. Развернули домой. В 15 лет сбежал второй раз. Теперь уже Вишневский получил Георгиевский крест. А потом, как-то естественно, жизнь Вишневского перетекла в гражданскую войну. В 1930-х его уже знала вся страна, прежде всего, как писателя. В литературу он ворвался во всеоружии, в прямом смысле слова. Рассказывали, как он читал, как читал. На стуле сидеть невозможно. А когда он читал сцену боя, он выхватил наган из кобуры и стрелял в потолок. Его пьесы «Первая конная» и особенно «Оптимистическая трагедия» загремели на весь союз. Фильм «Мы из Кронштадта» по его сценарию был популярен как броненосец Потемкин. Военкором работал и в финскую, и, конечно, в Великую Отечественную. Горько примечал, после Всемирной войны люди не смогут читать отцеженные, благополучные книги. Потому и помог печати сложной повести Некрасова «В окопах Сталинграда». Всеволод Вишневский прожил яркую, но короткую жизнь. Его упокоили на Новодевичьем кладбище, когда ему шел 51 год. В этот день, 21 декабря 1610 года, был убит претендент на русский престол Л.Ж. Дмитрий II, известный как «Тушинский вор». 21 декабря 1925 года состоялась премьера кинокартины «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна. Немой художественный фильм, рассказывающий о восстании русских моряков. Он произвел революцию в кино. 21 декабря 1966 года советский космический аппарат «Луна-13» впервые совершил мягкую посадку на естественном спутнике зимы. 21 декабря 1982 года проведены испытательные полеты вертолета Ми-28. Летчик Карапетян первый раз поднял новенький вертолет в ноябре 1982 года. Он вспоминал, в тот день, к сожалению, скончался Леонид Ильич Брежнев, но, несмотря на это, в 11 часов утра весенний вертолет состоялось. Однако уже в 12 часов полеты запретили. Во время первого полета мы взлетели, повисели в воздухе 5 минут, поднялись сначала на 1 метр, потом на 5 метров, совершили перемещение влево-вправо, вперед-назад. Вполне будничное описание полетов. Однако уже очень скоро Ми-28 будет выполнять самые невероятные для вертолета фигуры высшего пилотажа, в том числе мертвую петлю или петлю Нестерова. Машину проектировали с 1978 года в конкурентной обстановке. В тот же момент в соседнем КБ Камова разрабатывали другую легенду боевой авиации К-50, черную акулу. А оттуда другой вертолет показал себя просто отлично, в чем-то уступая, в чем-то превосходя конкурента. Пришлось СССР, а потом и России, принимать на вооружение обе машины. На сегодняшний день Ми-28 произведено более 120 штук. Он до сих пор в строю. А за свою способность работать в любое время суток и при любой погоде прозван ночным охотником. 21 декабря 1984 года был запущен межпланетный аппарат ВЕГА-2. Запуск аппаратов серии ВЕГА был еще одним шагом вперед для советской космической программы. Не просто изучение Венеры, но первые опыты воздухоплавания в атмосфере планеты-соседки с помощью аэростата. Да еще один из первых случаев близкого наблюдения кометы, кометы Галлея. Все в этой серии полетов двух аппаратов ВЕГА. ВЕГА-1 и ВЕГА-2 стартовали с Байконура с разницей в несколько дней. В декабре 1984 года посадочный модуль ВЕГА-2 сделал химический анализ образцов горных пород, что было технически сложно, так как атмосферное давление в месте посадки было 86 атмосфер при температуре 452 градуса по Цельсию, в то время как автоматическая лаборатория внутри спускаемого аппарата имеет комнатную температуру. Также на высоте около 55 километров от поверхности Венеры от каждой из век отделился воздушный шар. И один и второй успешно продрифовал в венерианских облаках около 11 тысяч километров. Они спокойно измеряли температуру, давление. Подумать только воздушные шары в десятках миллионов километров от Земли в воздухе так не похожим на наш. В завершении этой программы был совершен подлет основной части космического аппарата к комете Галлея. Успешно удалось измерить форму и размеры ядра кометы, оказавшегося монолитным телом неправильной формы, вытянутым на 14 километров. Последний раз ученые связались со станцией ВЕГА-2 в марте 1987 года. 21 декабря 1988 года совершил первый полет Ан-225 МРИЯ, самый грузоподъемный самолет в истории. Таким был этот день 21 декабря. Субтитры создавал DimaTorzok